Добрый день, уважаемые зрители! С вами Доктор Костя. Сегодня на болевшей теме задняя поверхность коленного сустава либо колено, бой, дискомфорт вот что у нас там еще слабость, ушибы, травмы ну и неприятные ощущения чаще всего болевые состояния коленных суставов на что человеку нужно обратить внимание мы откидываем сейчас сразу западную медицину я не хочу бы о ней говорить потому что она не дает никакого шанса человеку вернуть коленные суставы либо вообще суставы в нормальную жизнь без состояния учета 12 меридианов и восстановления в их норму вы не поможете ни коленному суставу, ни каким я наберет забегание тазобедренным никаким вы не поможете вы можете делать сердечные травы примочки, припарки прикладки, глину ложите что хотите делать но запомните система 12 меридианов вот я показываю меридиан мочевого пузыря он контролирует заднюю часть коленного сустава так как почки и мочевик работают у нас вместе согласно теории УСИН пожалуйста и почки помогают и мочевой пузырь помогает обменяется иньской и янской энергетикой и вот когда вот в этой области мы показали мочевой пузырь а сейчас мы показываем вот почки меридиан почек который тоже контролирует правильно коленный сустав понятно да? вот в каком состоянии этих два меридиана я вот так подчеркнул два давайте на них остановимся но еще приплюсуем два кто не знает тонкости восточной медицины обязательно нужно знание меридиана толстого кишечника который контролирует коленный сустав и конечно же шло тройной обогреватель вот уже четыре меридиана четыре меридиана которым нужно знать в каком состоянии они хотя бы чтобы помочь на первом этапе второй этап это диагностика двенадцати меридианов и восстановление их в норму ясно да? данные точки В23 точка вот я показываю В40 В39 Р9 Р9 Р10 запоминайте пожалуйста эти точки расслабляются но вы не имеете права их расслаблять да мы еще расслабим точку G11 расслабим точку АТ и ТР5 мы протонизируем данную точку при болевых ощущениях задней поверхности коленного сустава либо колен понятно да? но вы не имеете права этими точками постоянно пользоваться почему? вы можете помочь а потом нужно провести диагностику посмотреть почему нужно провести диагностику потому что шесть меридианов простирается два мы уже показали в мочевой пузыре почки ну тут же еще и меридиан поджелудочный и печень и желчного и желудка вот в каком состоянии эти меридианы многие разводят пальцем и скажут мы не знаем что вы лечите что помогает ясно да? потому на первом этапе точка В23 шиншу вам в помощь и другие точки которые перечислены данные точки расслабляются кроме точки ТР5 ТР5 точка тонизируется насколько можно помогать помогаете себе проводите диагностику 12 меридианов а потом уже работаете строго по диагностике выравнивания эти все меридианы так мало того что их нужно выронить потом еще их нужно содержать в норме спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание